А что касается лорда и других баттлей, да, я буду с ними баттлить, я буду баттлить с ними, с любыми другими тоже буду баттлить, и не без Ичкерии, я буду с ними баттлить как гражданин Ичкерии. Ты в курсе, что тебя обсуждают на правительственном уровне? На каком правительственном уровне? Республиканском, российском или мировом? На каком уровне? Почему ты разделил на три части разговор с лордом? Потому что он очень объемный, три часа закидывать одним роликом, просто это очень сложно. На самом деле для меня это даже невозможно, у меня нет такого оборудования, которое позволит смонтировать трехчасовой ролик, создать его, нужен мощный компьютер для этого. Поэтому мне пришлось его отделить. Я думал разделить на две части, но и этого не получилось, потому что слишком большой объем был информации, и хронометраж видео был очень длинный. Что значит слово «дон»? Слово «дон» — это такое слово-паразит в чеченском языке. Многие его используют, в том числе и я. Ну, Зо, почему ты пропустил две аудиозаписи в последнем видео с лордом? На одной записи, одна запись, которая была лордовская, она была просто пустая, он нажал на запись и ничего не говорил, поэтому не было смысла ее включать. А вторая запись, это была моя, в которой я ему говорил, что я тебе отвечу, мол, на каждый твой этот... Подожди. Какого-то смысла эти аудиозаписи не несли, поэтому я не стал включать. Лорд, скажи честно, ты тут, говори. Он тут, поверь мне, он тут, потому что он, если даже его самого здесь нет, то здесь есть люди, которым он поручил здесь сидеть, и они сейчас будут каждое мое слово ловить, пытаться даже меня как-то спровоцировать на что-то, чтобы потом это использовать против меня. Лорд, оказывается, внимательно следит за эфирами, наверное, я хотел поймать на чем. Конечно, следит еще, как следит. Лорду на собачий корм 50. Главное, что им очень мешают вот эти донаты, которые мне присылаются. Вот вопросы, это им очень не нравится. В том числе, после разговора с Лорда я даже не могу поверить, что он реально плохой человек редиска. Как же красиво он говорит. Томсо, не считай, что проиграл дуэль лорду. Но это не я же должен считать, это вы считаете, оцениваете, вы слушали. Я думаю, что для размышляющих людей там много информации, чтобы задуматься. Ассаламу алейкум, Томсо. Лорд пытался поверить, что он одерживает победу, якобы отвечая на все вопросы по порядку, но со стороны виднее му'мин. Ассаламу алейкум, Томсо. Тебе не показалось в третьей части вашей беседы, что по одну сторону Лорда были политические советники и по другую суфийские проповедники? Ассаламу алейкум ассаламу. Я не знаю, кто бы там ни был, если там действительно были какие-то люди, но это говорит только о их полной безграмотности, потому что то, что говорил этот человек, это настолько было, ну это настолько было, как бы помягче сказать, слабо аргументированно, да, неконструктивно, так скажем. Те вещи, которые он говорил, сначала он пытался, например, упрекнуть меня о том, что я получаю, допустим, донаты, да, как он. И потом благодарю тех, кто мне прислал донат. А потом, когда я ему как бы контраргумент предъявил и сказал, что я, по крайней мере, вместо своих родителей не поздравляю чужих, я вместо фотографии своего отца не ношу в телефоне фотографию чужого отца, я постоянно не благодарю одну семью, их детей, их внуков, правнуков, их прадедов, я не должен этого делать. Тогда он вдруг мне говорит, никаких, говорит, проблем, благодари, говорит, кого хочешь. То есть там таких много было моментов, когда он был очень, очень слаб в своих аргументах. Брат, как относишься к Саводии? Нормально отношусь? Саламу алейкум, Тумсо. Фото решают все документы, печати, штампы, ничего не подтверждают. Видимо, можно, будучи в Сирии, в камуфляже с оружием сделать фото на фоне Ватикана, значит, и Виталия. Да, это было смешно, конечно, когда он такие вещи говорил. Когда ему скидываешь доказательства реальные, которые являются доказательствами, он говорит, да нет, это бумажки, говорит, какие-то ты скидываешь. Давай лучше фотографию, говорит. Кавказ. Саламу алейкум, Тумсо. Лорд не понимает, наверное, разницу между добровольным пожертвованием и принудительным отъемом денег у населения Чечни на всякие фонды, падишаха и его семьи. Так вот, лорд, в отличие от вас, кадыровцев, Тумсо никого не заставляет платить. Саламу алейкум, Тумсо. Безусловно, мы никого не заставляем, и это тоже его очень сильно гложет, его и его хозяина. Что он видит, что есть поддержка народная, и они не понимают, почему это. Они не знают, как это прикрыть. Тумсо, если бы лорд не связался с тобой, я бы так и не узнал, насколько он тупой. Он не умеет даже вести, делал честно сказать. Мне стыдно, что нас, чеченцев, судят по этим варварам. Асаламу алейкум, Тумсо. Халима Сазалаева ты ни разу не упомянул. Напомню всем этого воистину праведного и достойного президента Черрии. Алейкум ассаламу алейкум. Я его упомянул, еще как упомянул, и даже в разговоре с лордами я его упомянул, ты, наверное, что-то не заметил. Я часто упоминаю, это очень достойный был один из лидеров чеченских. Тумсо-то реально думает, что сейчас современная молодежь интересна Шарианская Республика? Разумеется, конечно. Потому что любым людям интересна справедливость. А нет ничего справедливее Шариата. Не существует ничего более справедливого. Надо понимать, что мы это мусульманская республика. Мы мусульмане. Я имею в виду чеченцы. Поэтому для нас не существует ничего более справедливого, кроме Шариата. И, разумеется, любая чеченская молодежь интересна. Тумсо-то алейкум. Ты говорил, что в Ичкерии был Шариат. Но все знают, что это не так. Все было только на словах или на бумаге. Я знаю, что Ичкерия была звездским государством. Алейкум ассалам. Кто это все знают? Кто это все? Скажи мне. Ты это кто? Ты гражданин Ичкерии? Ты жил в этой Ичкерии? Я гражданин Ичкерии. Я там жил. Я знаю, что это была шариатская страна. И я знаю, что был указ президента Ичкерии от 99-го года. О том, что республика переходит вообще на полное шариатское правление. Я знаю, что были изменения в Конституции 2002 года. Я знаю. Я знаю именно. Знаю. Что значит знать? Я прожил это все. Я непосредственно участник всего этого. Я знаю. А ты на основании чего говоришь? Ты откуда знаешь? Почему ты любишь говорить за всю Чечню? Я и все мои родные и большинство знакомых из-за Кадырова и считаем Чечню и Россию своей родиной. Мы не хотим опять война и терроризма. Я говорю, потому что я... Я, как ты вот написал примерно, я все мои родные и большинство знакомых. Я все мои родные и большинство чеченского народа за то, чтобы никогда не было никакого российского сапога на территории нашей страны. Мы на этом, большинство нашего народа. И я могу это доказать не просто, как ты вот, например, это говоришь голословно, а я могу фактами это доказать. Я могу реками пролитой крови чеченской это доказать. Понимаешь? Просто вернуть тебя на 20 лет назад, сказать эту кровь, ее тогда для чего проливали? Кто ее проливал? Ее что, нищенцы проливали? Кровь. Мы ее проливали для того, чтобы у нас никогда не было никаких российских знамен, российских сапогов на нашей территории, никаких российских баз военных. Я это могу обосновать. А ты это как обоснуешь свое утверждение? Спасибо тебе, Никарху, за этот комментарий. Не знаю, кто это почему-то упомянул в школу. Ну, я твое мнение честно зачитал. Никарху, я хочу сказать, что к Ичкерии не имеешь никакого отношения. Хватит хайпить на Ичкерии. Ты, когда вышел из польской тюрьмы, благодарил Навального, врага ислама, который где-то о тебе в своем рейтинге упомянул, а не тех людей, которые делали за тебя дуа. Батли с лордом без Ичкерии, вот моя просьба к тебе. Не, я понял тебя, наконец-то, Никарху. Дело в том, что я гражданин Ичкерии, и я буду говорить как гражданин Ичкерии. Что ты имеешь в виду? Ты к Ичкерии не имеешь никакого отношения. Что значит, не имею я к ней никакого отношения? Я гражданин этой страны. Как я могу не иметь к ней никакого отношения? Или как это надо, иметь к ней отношения? Объясни нам, пожалуйста, что это подразумевается. Когда я вышел из польской тюрьмы, я поблагодарил Навального за то, что он присудил мне место в своем рейтинге. Да, я упомянул всех тех людей, которые за меня переживали, которые мне помогали. Там был не только Навальный, там были все, в том числе и все те, кто делал за меня дуа. Всех там я поблагодарил. Ты, наверное, плохо смотрел мое видео. Можешь пересмотреть, оно до сих пор находится на моем канале. А что касается лорда и других баттлей, да, я буду с ними баттлить. Я буду баттлить с ними, с любыми другими тоже буду баттлить. И не без Ичкерии, я буду с ними баттлить, как гражданин Ичкерии. Не как представитель власти Ичкерии, там нет. Как гражданин Ичкерии, как человек, который просто является гражданином этой страны и любит эту страну. Вот так я буду с ними баттлить. Нравится это тебе, некоторым или не нравится? Думаешь, без войны получится все, что ты говоришь? Я очень на это надеюсь. Очень. Потому что тебя от кормушки отодвинули теперь злой. И хотелось бы, чтобы это было так. Потому что если бы я хоть когда-то был бы у этой кормушки, я бы, наверное, успел бы там что-то охапнуть от этой кормушки. Но, к сожалению, нет меня. Или, к счастью, меня не было никогда у кормушки. Лорд правильно сказал, что пенсии все забирали себе в карман Ичкеристы, а некоторые даже оформляли пенсии в Ставрополь и в Винбушетии. Это все ложь. Пускай и тогда докажут, кто их забирал, где эти пенсии. Пусть покажут нам, куда они были потрачены. Ведь если они были украдены, значит, где-то они должны выявиться. Пускай нам покажут. Субтитры создавал DimaTorzok